МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Построил дом, воспитал детей и заново научился ходить". Первые шаги после сложнейшей операции Виталий Резников уже занёс в список главных своих достижений. Несчастный случай на производстве разделил жизнь мужчины на до и после. Ну, первые мысли были, работают ли у меня ноги. Мне сразу стало как шевелить пальцами ног, потом ступнёй начал шевелить. Чувствую, что работает, всё нормально. Потом попробовал перевернуться. Главное, чтобы был целый позвоночник. Такое ощущение было, что гармошка сжимается. Вот такое у меня ощущение сразу было, что позвоночник у меня сжался. По месту жительства в Полтавском районе мужчину обследовали и направили в город. Виталий вспоминает, что боялся услышать от врачей приговор, что двигаться и работать, как раньше, он больше не сможет. Но Виталию повезло. Омские медики в повреждённый позвоночник, упавшему с высоты пациенту, установили умный имплант. Деталь вживляют вместо повреждённых позвонков, а дальше новинка буквально подстраивается под их размер. Отремонтировать больного, шутят врачи, помогла гидравлика. Инженеры и механики в белых халатах с помощью специального гидропресса буквально раздвинули позвоночник и установили на место повреждённого фрагмента титановый аналог. А дальше, говорят, никаких чудес. Всё дело в физике. Если имплант вырезался чуть больше или меньше, это создавало определённые трудности. Сейчас нам это делать не нужно. Мы погружаем имплант непосредственно в костный дефект и раздвигаем его внутри этого дефекта. Технологии будущего, говорят медики, шанс вернуться к нормальной жизни после тяжёлых травм на производстве и в дорожно-транспортных происшествиях. Раньше использовать такие импланты могли только в столичных клиниках и крупных медцентрах в регионах. Теперь они доступны и омским врачам. Притыкин Александр Витальевич. Травматолог-ортопед, вертебролог, кандидат медицинских наук. Общий врачебный стаж больше 10 лет. В юности профессионально занимался баскетболом, но травма не позволила прочно связать жизнь со спортом. По совету отца решил поступать в медицинский. Специализируется на большой хирургии с использованием имплантов. Совместно с коллегами проводит поистине уникальные операции по лечению сколиоза. Планировал быть хирургом. С третьего курса начал дежурить в больнице скорой медицинской помощи номер один, за что ей большое спасибо. Она мне много дала. И оттуда значил свой путь в травматолога-ортопеда. Мечтал быть нейрохирургом, но, походив и на нейрохирургические операции, и на общую хирургию, выбрал путь все-таки травматолога-ортопеда. Очень много дежурил, по 13-15 дежурств. Будучи уже аспирантом, молодой доктор пришел работать в специализированную травматолого-ортопедическую больницу, где познакомился со своим будущим наставником Сергеем Тумориным, которого по праву можно назвать одним из родоначальников омской вертебрологии. Сложнейшие операции на позвоночнике позволяют людям встать на ноги и вернуться к жизни, в которой нет больше места отчаянию и боли. Очень большое количество той хирургией, которой мы владеем, именно базовой хирургией научил именно Сергей Николаевич. Это доступы передние, то есть не со спины, а спереди. Это классические доступы. И это сибирская школа, она считается одной из самых сильных школ этих доступов. Плюс он первый начал в Омске развивать именно доступы задние, это присутствие нейрохирургов. И то, что мы делаем сейчас с повседневной, то есть является повседневной работой, это в Омске первый заложил Сергей Николаевич. Вертебрология – это достаточно сложное и в то же время интересное направление медицины. Вертебрологам приходится работать на стыке травматологии и ортопедии, неврологии и нейрохирургии, потому что позвоночник – это не только позвонки и диски, но и мышцы, связки, сосуды, нервы и спинной мозг. Важнейшая часть центральной нервной системы. На операционном столе пожилой пациент. На консультацию к вертебрологу мужчину привели постоянная ноющая боль в шее, ограничение движения, боль в верхних конечностях. Пациент с остеохондрозом шейного отдела позвоночника первый раз оперировался в 2018 году, так скажем, стандартной операцией. Ему, к сожалению, стало только на 50% легче. Сейчас мы делаем полную декомпрессию трубки спинного мозга с удалением тела позвонка и фиксацией имплантами. Вертебрологи занимаются болезнями, которые разрушают наш позвоночник. Это остеохондрозы, сужение позвоночного канала, грыжи дисков, смещение позвонков. Лечат врождённые аномалии и сколиозы, травмы и их последствия. А ещё воспалительные заболевания позвоночника, среди которых остеомиелит и опухоли позвонков. Но здесь врачи оговариваются. Опухоли бывают разные. Есть, например, гемангиома – доброкачественная сосудистая опухоль, разрушающая позвонки. После её удаления пациент вновь чувствует себя здоровым. А есть раковые опухоли, которые поражают различные органы, а в позвоночник дают метастазы. Они сдавливают спинной мозг, и у больного в конечном итоге отказывают ноги. Таким пациентам врачи также стараются помочь. Мы делаем фиксацию позвоночного столба, освобождаем трубочку спинного мозга от того процесса нехорошего, который давит на нервные структуры. Тем самым пациент может двигаться, ходить. И родственникам, и ему самому гораздо легче в этих случаях. Но от основного заболевания мы пациента, к сожалению, не избавляем. При остеохантрозах и стенозах врачи используют ультразвук, который отрезает кость свободно, не поражая твёрдую мозговую оболочку, останавливаясь перед мягкими тканями. Прогрессивно используют ранорасширители, которые крепятся к столу и дают возможность врачу работать без посторонней помощи. В операционной у вертебрологов стоит специальный оптический аппарат, который позволяет делать рентген, не перемещая пациента. Я считаю, что достаточно достойный уровень вертебрологии в нашем регионе. Мы делаем очень объём большой хирургии. Может быть, малоинвазивные операции у нас пока, так скажем, занимают малую роль вмешательств. Но я думаю, это связано не от того, что мы не можем это сделать. У нас в основном пациенты с тяжёлой формой заболеваний позвоночника, именно дегенеративных. И здесь необходимы серьёзные виды вмешательств, именно открытые декомпрессии. Любимым делом Александр Притыкин занимается уже больше 10 лет. Гордится тем, что работает бок о бок с такими же профессионалами и, в хорошем смысле, фанатами своего дела. Ведь для врача важно не только передавать свой опыт молодым коллегам, но и чему-то учиться у них самому. Ну, если говорить об Александре Витальевиче, его такой особой стезёй будет занятие сколиозами. То есть занятие это достаточно много времени занимает и сил. Кстати, первую операцию по устранению сколиоза у взрослого пациента в Омске провели только в 2014 году. Раньше подобные высокотехнологичные вмешательства в нашем городе проводились только детям. Первым из омских докторов на подобный эксперимент решился именно Александр Притыкин. И сегодня он единственный в Омске, кто берётся исправить осанку пациентам самыми тяжёлыми формами этого заболевания. В перспективе омские врачи намерены освоить и уникальную методику по удалению метастаз-позвоночника одним блоком. Эта операция тяжёлая для пациента и крайне сложная для хирурга. Но после неё качество жизни человека кардинально улучшается. Такие операции сегодня делают только в крупных федеральных центрах. Но омские медики надеются, что благодаря действию федеральной программы «Онкология» новые технологии придут и в регионы. Если имеется процесс в одном позвонке, и мы можем убрать позвонок до здоровых тканей, не вмешиваясь в опухоль заднего доступа, убираем полностью, и пациент уже не получает ни химиотерапию, ни лучевую терапию, мы ставим импланты, пациент, грубо говоря, полноценно живёт. Но это, так скажем, высший пилотаж хирургии, до которого, так скажем, нужно идти и расти. Сейчас программа лечения онкобольных, то есть по всей России, начнёт работать. И те инструменты, которые необходимы для этой операции, те виды анестезиологической помощи, они будут у нас присутствовать, и мы начнём работать над этой методикой. Всё, что есть лучшее в российской и мировой вертебрологии, в плане опыта и технических новинок, омские специалисты стараются изучать и внедрять у себя в клиники. Тот же самый умный имплант, который вживили в спину Александру Резнику, это медицинская новинка. В Омске пока штучный экземпляр. Но за ними будущее, уверены специалисты. Как только закончится реабилитация, а с использованием новой методики её время значительно сократилось, пациент вновь будет нормально ходить и вообще вернётся к обычной жизни. У меня семья, у меня дети. Я уже живу в деревне всё-таки, и там у меня такая работа, что приходится работать физически. А как я сейчас уже смогу? Вот это вот я сразу переживал. И остаюсь в кровати, поднимаюсь, опускаюсь, без проблем. Приходит врач, зарядку делаю. Стоимость одного такого импланта больше 100 тысяч рублей. Для пациентов высокотехнологичная операция абсолютно бесплатна. Ещё один несомненный плюс такой технологии – это время, которое врачи тратят на проведение операции. Оно сократилось практически в два раза. В этом году хирурги планируют провести не меньше 10 таких операций. В руки вертебрологов попадают пациенты уже с серьёзным недугом. Но всё начинается с банальной боли в спине. Светлана Бабикова на консультацию к Александру Притыкину пришла ещё год назад. Врачи вынесли заключение – смещение позвонка на фоне остеохондроза. Без операции не обойтись. Пока женщина раздумывала, отдаться ли в руки хирургов или ещё подождать, боль стала настолько невыносимой, что в отделение пациентку доставили уже на каталке. Малоподвижный образ жизни, нарушение обмена веществ, травмы позвоночника, лишний вес, несбалансированное питание, длительное пребывание в неудобной позе, стресс, переохлаждение, курение – всё это приводит к негативным процессам в межпозвонковых дисках, а впоследствии и в самих позвонках. Это и есть остеохондроз. Вообще, как таковое заболевание остеохондроз, оно может развиваться с 20 лет. В принципе, старение позвоночника официально начинается с 20 лет. Как правило, при таком заболевании пациенты жалуются на постоянные ноющие боли в спине, которые нередко сопровождаются онемением и чувством ломоты в конечностях. При остеохондрозе шейного отдела позвоночника могут болеть голова и руки. При остеохондрозе грудного отдела беспокоит боль в области сердца, при пояснично-крестцовом поражении, в ногах и пояснице. Ещё Гиппократ учил, что все болезни человека связаны с позвоночником, ведь это своеобразный фундамент тела. При остеохондрозе повышен риск нарушения кровообращения, появления болей в сердце, нарушения работы желудочно-кишечного тракта, функций бронхов и лёгких. И важно помнить, что остеохондроз – не единственная причина боли в позвоночнике. Также часто бывает под остеохондрозом скрываются более серьёзные проблемы, такие как смещение позвонков, создавление позвоночного канала. Если есть большие грыжи, их несколько на разных уровнях, тогда мы просим привлечь наших коллег-вертебрологов для того, чтобы определить дальнейшую тактику лечения и ведения пациента. Итак, на что же следует обращать внимание, чтобы не запустить болезнь? Начать следует с похода к неврологу, который должен обследовать и направить на МРТ. А дальше уже врач решает, показано ли человеку консервативное лечение, которое невролог проводит самостоятельно, либо необходима консультация смежных специалистов. Но бывает и так, что в операции пациентам отказывают. Есть патология, есть показания, но не всегда оперативное вмешательство – это выход. У человека может быть много сопутствующих заболеваний, и тогда вмешательство только навредит. Врачи советуют себя не запускать, больше двигаться, и при появлении первых симптомов сразу же обращаться за помощью. Заболевание иногда мы не можем предотвратить. Оно возникает даже у спортсменов, у людей, которые постоянно ведут правильный образ жизни. Но чтобы профилактировать все эти вещи, конечно, лучше заниматься не спортом, а физкультурой. Это плавание, лечебная физкультура. Кто-то любит современные методы – это йога, пилатес. Только заниматься этим нужно не начинать ни в 50-60 лет, как у нас, что модно, тем и занимаются. Скандинавская ходьба, опять же, для лиц возрастных очень хорошо. Поэтому главное не засиживаться, следить за своим весом, и, я думаю, все будет хорошо. Быть врачом – профессия или призвание? Болезни, слезы, страх, страдания. Как оставаться среди бесконечной боли стойким, мужественным, четко и правильно мыслящим? Как воскрешать здоровье и саму надежду? Учить пациентов преодолевать недуг и снова жить полноценной жизнью? Я всегда иду с хорошим настроением на работу, поскольку я занимаюсь своим любимым делом. Это, в первую очередь, хирургия. И я очень люблю оперировать. Я, в принципе, не представляю себе где-то в другой какой-то профессии. Ну, это доктор высокого класса. Человек занимается своим делом серьезно, с интересом. Он выполняет очень сложные операции, которые не все доктора даже могут повторить. Человек сам по себе очень доброжелательный, приятный. Александр Притыкин в чудо не верит. Операция – это всегда риск, а у каждого организма свои возможности. Но в одном доктор уверен на 100%. У врача и пациента настрой должен быть позитивным. Тогда вместе многое можно преодолеть. А говоря про веру и преодоление, Александр Притыкин всегда вспоминает батюшку, которого они оперировали с переломом позвоночника. Он выздоровел, вернулся, подарил доктору икону и осветил все отделение. Это был мой пациент. Он упал в церкви. Поэтому он запомнился мне тем, что в палате он проводил проповеди о здоровом образе жизни. И люди, конечно, прислушивались к нему. Постоянно были песнопения, омовения. Это очень достаточно колоритная личность, которую, конечно, пациента буду помнить очень долго. Быть хорошим врачом значит быть не только отличным специалистом, но и хорошим человеком, уметь общаться с людьми, кому-то улыбнуться, кого-то подбодрить. Ведь лекарства еще далеко не все. Доказано, что лучше любой пилюли лечит доброе слово. Отпуск, рыбалка, выезды на природу. Когда телефон не работает, там отдыхаешь головой. Вы увлекаетесь рыбалкой? Да, я увлекаюсь рыбалкой. Какую рыбу самую большую? Щука один с половиной килограмм. Каждый человек должен выбрать ту профессию, которая соответствует его характеру. Тогда и работать он будет на совесть. Хороший врач, главный в своем деле, всегда готов отдавать другим частицу себя. Всю энергию, все знания. И от этого получать удовлетворение и результат. Редактор субтитров А.Семкин